Приветствую вас. Я не думаю, что однозначно стоит всех мужчин грести поданную гребенку. То есть не стоит думать, что если именно вы оденете своего мужчину, то он обязательно уйдет от вас к другой женщине или что-то еще. Мужчины уходят не от того, что их одевают, а от того, что на них дают, как правильно сказали мои коллеги. Вот, но если мужчина сам хотел одеваться, если мужчине самому что-то не нравится, то я думаю, что вы вполне можете раскрыть ему этот аспект. И если вы сделаете то, что нужно, но именно с ориентиром на него, а на себя, да, вот, то кто знает, может быть, он будет вам и благодарен за то, что вы ему вот так вот, допустим, помогли, скажем так. Вот. Поэтому здесь всех мужчин под одну гребенку, еще раз повторяю, грести не стоит. Другой вопрос, другой вопрос, что меня действительно заинтересовало, это то, что вы говорите, что ваш мужчина обычный трудяка. Я увидел здесь некое такое, знаете, пренебрежение. Вот. То есть я могу, конечно, ошибаться, я могу, конечно, быть не прав, вот, но я увидел здесь некое такое пренебрежение. То есть я видел некое, скажем так, обесценивание, если угодно, человека. То есть, типа, вот он обычный трудяга, работает на, там, обычной работе, вот, и вы даже точно не знаете, что он делает, там, и пишите, что на спецтехнике. Вот. То есть, что это такое, и как вы, и даже не раскрывает. Вот. Обесценивание, именно обесценивание вашего мужа, это, пожалуй, является ключевым моментом вашей истории. Знаете, то есть все, абсолютно все можно принять и понять, кроме только, вот, обесценивания. Обесценивание недопустимо, особенно, если вы с этим человеком живете вместе, особенно, если это ваш муж, если вы его любите, ну, априори. Даже, даже, если он и сделал что-то плохое в прошлом, да, то есть, например, вам изменял. Значит, дальше. По поводу одежды я не заморачивался, что не покупался и вытаскивал на работу. И тут мне все это надоело, и я решил, что мой муж будет одеваться как надо. А, понимаете, Татьяна, вы для него не матьте. Вот это вот ключевой, наверное, аспект, что вы для него не матьте. И вы не можете просто, потому что вам надоело, начинать заставлять человека одеваться так, как он не хочет. Потому что вы изменились, допустим, и я понимаю, вы изменились, вам надоело и так далее, но он не изменился. Он остался тем, и нельзя, нельзя, чтобы, если вам что-то надоело, чтобы за это был ответственен ваш муж. Это несправедливо, это нечестно, это экистично, это подавляюще, это деструктивно. Но, тем не менее, вам надоело, и это нельзя игнорировать. Вам надоело что? Вам надоело, например, однообразие быта? Вам надоело, например, ну там, допустим, как ваш муж относится к вам? Вам надоело что-то ещё? То есть вот, ээээ... Подумайте об этом. Подум.. подумайте... Просто подумайте, что именно вам надоело, Просто прикиньте, что вам могло надоеть и почему. Понимаете ли вы, что в данном случае то, что вам надоело, что вы перекидываете на мужчину, т.е. вы как бы говорите ему вот мне что-то надоело, а виноват ты, отвечать за это, за то, что мне надоело, будешь ты и т.д. Разве это справедливо? Я так не думаю. Поэтому вам необходимо отграничить себя от мужчины. И то, что хочется вам, то, что нужно вам, то, что желаете вы реализовывать самостоятельно, без привлечения мужчин, потому что еще раз изменилось что-то, изменилось что-то в вас, а не в мужа. И на секундочку, на секундочку, это изменение может свидетельствовать о том, что вы перестали принимать его таким своего мужа, как у него есть. А это может говорить об окончании любви. Я не говорю, что это обязательно так, но я рекомендую вам на эту тему все же подумать. Дальше, чтобы было разделение владельцев, что-то на работу, что-то на выход. Но, опять же, почему вы за него это решаете? То есть, знаете, в психологии давно известно, что если люди строят отношения по принципу родитель-ребенок, то есть, когда один партнер берет на себя обязательства больше, чем следует, вот, то другой партнер, ну, скажем так, теряет свою самобытность. То есть, перестает чувствовать себя цельным. И это стимулирует его на то, чтобы искать свою целостность у других. Вероятно, именно это и имело в виду ваша подруга. Только здесь, конечно, нарушается причина следственной связи. То есть, ваша подруга говорит, что есть прямая связь между тем, что мужчину наряжают, и тем, что он уходит к другой, да? Вот. Я же говорю, что дело здесь несколько глубже, и не только дело в одежде, да, это может касаться многих, многих вещей. Не обязательно столько одежды. Понимаете? Вот. Хотелось бы, чтобы вы этот момент для себя поняли. разговаривали с подругой. Она мне выдала. Не веди мужика, а то уведут. Ну, здесь я бы сказал, что вы чересчур как-то лучше присматриваетесь к, ну, мнению других. Потому что, не веди мужика, ну, мужик, а то уведут, да, это, опять же, обесценивание мужчин происходит. Никто не может увести мужчину, если он сам этого не хочет. Никто не может увести мужчину, если у него нет для этого оснований. Иными словами, мужчина никогда не уйдет, если он удовлетворен, если он чувствует себя мужчиной. Если он чувствует, что его любят, что он значим, что он ценен и так далее. Вот. А потерять это чувство можно и, в общем-то, не обязательно в конвекции одежды, как я уже говорил. Другой вопрос, почему вы это обсуждаете с подругами? Вы можете сказать, я не обсуждал, а мне подруги сами это сказали. Пусть так, пусть так. Но вы все равно, несмотря на это, принимаете подобные вещи за чистую монету. У этого тоже должны быть причины и основания. Понятно, да, о чем я говорю? Т.е. Тот факт, что вы ситуацию с подругой перенесли на себя, вот, говорит о наличии у вас возможных проблем с пониманием себя, да, с пониманием мужа, например, и так далее. И данная проблема не решится общением с подругами. Данная проблема решится только в том случае, если вы возьмете на себя ответственность за то, что происходит между вами. Верно? Вот. Ну и лучше точно не сравнивать мужчин, да, т.е. вот, ну не сравнивать мужчин. Мужчину, например, вашей подруги и своего. Это, мне кажется, еще большее обесценивание человека. Дальше. Так, мне хочется, чтобы он был стильный и красивый, а не как шоферня. Но вы с ним жили такое время. Вы с ним жили столько времени, он был такой, что изменилось в вас. Слово, был в командировке на объекте длительное время, там его охморить пытались одна и удалось, после чего он очень переживал и сожалел о поступке. Ээээ, смотрите, ну, была измена. Я понимаю, что, скорее всего, вам, эээ, вы это переживали очень болезненно. Измена это травм. Эээ, непонятно, насколько вы объективно эту травму пережили и пережили ли. Но, одно я могу сказать сейчас, эээ, совершенно точно. Что? То, что у другой женщины какой-то получилось, как вы говорите, охмурить вашего мужа, да, то есть это все, ну, вот слова какие-то, да, все такие очень обесценивающие. Говорит о том, что сам мужчина, сам мужчина, мужчина в чем-то не удовлетворил. Знаете, его раскаяние, это, конечно, хорошо. Хорошо, конечно, что он раскаивается. Но простите, отменялось ли что-то в ваших отношениях? Изменили ли вы что-то в своих отношениях? Изменили ли вы что-то в своем поведении? Стали ли вы как-то по-другому себя вести по отношению к нему? Или вы ждете, что только он будет что-то менять и только он будет как-то по-другому себя вести? Если так, то новое, так сказать, сфере или новое, или повторение измен не загорано, потому что мужчина как был не удовлетворен, так он не удовлетворен, в принципе, и остался. И это нужно понимать. Чем лучше для себя вы это поймете, тем, чем полнее вы это для себя увидите, тем лучше будет для вас. Потому что раскаяния, раскаяния мало. Мало раскаяться, мало попросить прощения. Должно быть выработано решение по проблеме. Если решение по проблеме не выработано, то есть большая вероятность того, что ситуация повторится. И я много раз встречал такую историю, да, что вот происходила измена, значит, женщина говорит, ну вот он обещал мне, что этого больше не повторится, вот, я ему верил, а потом бац, он опять изменил. Вот он какой, какой негодяй там, как мне теперь ему верить, и прочее, прочее, прочее. И я всегда задаю в этом контексте вопрос, а вы меняли что-то в своем поведении, когда это произошло? И, как правило, люди говорят, что нет. Понимаете? И они, эти люди, в том числе и вот, к сожалению, вы, да, они ждут, что что-то изменится. Понимаете? Они ждут, при этом не желают что-либо менять сами. А это очень важно. Дальше. Так. Ну и, соответственно, что вы и подумали, да, об этом? То есть вот, как правило, измена воспринимается человеком очень лично. То есть ты меня оскорбил, ты меня унизил, я там столько всего, ну допустим, столько всего для тебя сделал, а ты вот негодяй там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Здесь еще идет, как бы, и личное оскорбление. Я не отменяю того факта, что вы можете чувствовать себя обиденными, что вы можете чувствовать себя оскорбленность, что вы имеете на это право. Но очень важно, чтобы вы это пережили, и чтобы это больше уже не влияло на вашу текущую жизнь с мужчиной. Да, это чтобы вы могли подходить максимально непосредственно к тому, что с вами сейчас происходит. чтобы вы могли максимально конструктивно действовать именно сейчас, именно здесь, именно в данном случае, в данной ситуации. Понимаете? Вот. Поэтому по поводу измены я бы, конечно, с вами бы пообщался, ну именно вот в контексте того, что может быть вас это до сих пор гложет, может быть до сих пор вы переживаете, а может быть даже и боитесь того, что мужчина может изменить вам снова. Вот. Что, как я уже говорил, может произойти, если вы ничего не поменяете в своем поведении, если вы не будете брать ответственность на себя, за то, что вы хотите. Вот. То есть это очень важно. Дальше идем, дальше идем. Мы 13 лет прожили вместе по поводу для ревности. Их даже не было. Это ничего не значит. В общем, что посоветуете, может быть и глупый вопрос, но не забывала бы, если бы только слышала подобное не только от подруги, а подруга основывается на своем опыте, как она сделала своего мужа, и он и сел от нее к другой. Понимаете? Эм... Как это обычно бывает? Палка о двух концах. Жена начинает что-то делать для своего мужа. Ну, начинает его как-то тянуть вверх. Муж не хочет, но жена продолжает тянуть, и в итоге, эм... Мужчина чего-то достигает, но он, он, эм... считает, что это его достижение, а не жены. Что жена, наоборот, его, эм... только пилила, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у него нет ощущения, что жена его принимала таким, какой он есть. А другой человек, другая женщина, принимает, ценит, эм... благодарит. А жена, как правило, не благодарит. Жена, как правило, только определяет причинку. Так, кто его пытается поменять, можем. В итоге, мужчина становится лучше, становится, эм... ну, другим. Но у него не возникает благодатности к своей жене, у него, наоборот, появляется к ней чувство отношения, чувство отдаления. Потому что она, она его, эм... ну... по мнению мужчины, не принимала. Вот. И поэтому, поэтому много мужчин, мужчины уходят от своих женщин. Они считают, что женщина просто раскрыла в них, эм... потенциал. Мужчина стал лучше, чем женщина. И у него появляется ощущение, что... та больше ему не равняет, больше ему не подходит. Понимаете? И самое здесь специальное то, что в принципе... в принципе... он прав. Мужчина прав, рассуждая так. Потому что это была не его инициатива, остановить лучше. Это была инициатива женщины. И если это была инициатива женщины, то... соответственно, она это делает для себя. Вот. И у мужчины возникает ощущение, что он работал. А не развивался. Потому что развитие, это тот путь, который человек должен пройти сам. Без давления со стороны других людей. Поэтому совет вам, эм... Обратить внимание на себя. Посмотреть, что именно вас предстало устраивать. Чего именно вы хотите. И брать на себя ответственность. За это. Возможно, что-то менять в своём поведении. Возможно. Возможно, что-то корректировать у себя в своём поведении. Опять же. И тогда мужчина может быть захочет тоже что-то поменять. Но это будет его выбор. Это будет его решение. Он делает это для себя. А значит, у него не появится желание от вас уйти. Ну, по крайней мере, если есть чувства. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.